Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» я, ее ведущий, смещенник Сергий Рыбаков. Лето традиционно в нашей передаче – это время таких экспериментов и время таких легких разговоров. Когда мы традиционно, если те, кто смотрит регулярно, знают уже, а те, кто смотрит нас нерегулярно, сегодня узнают об этом, мы летом традиционно даем такие списки, ну, как дают в школе, список на лето. Что нужно посмотреть, что нужно почитать, что нужно послушать. Мы в силу разных причин, в силу разных встреч обсуждали разное. Но сегодня вдруг подумалось, почему бы не пригласить того человека, который непосредственно имеет отношение к книге. Вы этого гостя прекрасно знаете, знаете как философа, как богослова и как священника. Редко мы с ним разговариваем как с заведующим библиотекой Самарской семинарии. Сегодня у нас в гостях отец Сергий Кредич. Здравствуйте, отец Сергий. Добрый день, отче. Отче, ну, для наших гостей поясним, что я дал творческое задание вам до нашей передачи. Подобрать, ну, условно говоря, такой топ отца Сергия Кредича. Книг, которые, ну, если не необходимы к прочтению, то как минимум рекомендованы. Рекомендованы им, без которых, ну, в общем, без этих книг может быть человеку или как минимум скучно, или непонятно в христианской ограде, в ограде церковной. Так как у нас традиционно встречи проходят циклами, мы анонсируем, что таких встреч, как сегодня, будет у нас несколько, я попросил выделить, ну, вообще поставил, наверное, очень сложную задачу сделать топ-4 или топ-5, топ, ну, вот каких-то совсем небольшого списка на лето, который бы отец Сергий с одной стороны с ними познакомил, с другой стороны объяснил, почему именно этот список. Честно говоря, когда я увидел этот список, я был удивлен. Ну, я думаю, для наших телезрителей удивление тоже наступит, что священник, богослов, философ будет неожиданные вещи рекомендовать. Пока сохраним интригу для наших телезрителей, не будем называть всех авторов и названий книг. Но сегодня у нас такая немножечко вводная встреча, мы в этот диалог немножечко войдем. И первое, о чем мы хотим с вами, договорились с вами поговорить, это тема вообще чтения, который, навык, который вообще практически сейчас уходит, он почти забыт. Нет, студенты, школьники практически не читают. Ну, и не только студенты и школьники, но я наблюдаю, что и взрослые христиане не так ценят книгу, как YouTube, вот, или не так ценят книгу, как, не знаю, какие-нибудь аудиоприложения. Даже книги, может быть, и читают, но скорее их слушают в аудиоформате, нежели вот бегают глазами по строкам. Вопрос к вам, как человеку книги, книжному червю, сидящему в казематах Самарской духовной семинарии. Я, те, кто просто был в семинарии, знают, может быть, кабинет отца Сергия. Это заваленный просто книгами, штабелями уложенный. Где-то там, между этими штабелями... Обретаюсь я в своем царстве. Мне больше нравится другое. И эти ломпоголовые пожиратели библиотечной пыли. Я прям вот... Так вот, мы договорились поговорить о том, зачем вообще человеку читать. Почему без этого нельзя? И мы сегодня будем обсуждать тему медленного чтения. Как вообще правильно читать? Потому что действительно огромное количество людей разочарованы в книге, потому что, как мне кажется, складывать буквы в слова, слова в предложение, это не то же самое, что читать. Истинно так. Ну так, действительно, в соответствии с моей профессиональной деформацией, ну тут следует, конечно, еще оговорить, ну то есть я пропою свой любимый припев, что из перечисленных определений у меня действительно есть диплом философа и преподавателя философии, а вот книжникам и богословам хорошо бы, если бы меня сочли последующие поколения. Поэтому я стараюсь в этом жанре, но тут я пока не признан, и слава богу. Далее вот про топ-книг. Я предложу скорее темы для размышлений, скорее некие магистральные линии, куда, потому что, ну, действительно, это было бы, мне кажется, слишком просто, и даже, я рискну сказать, несколько невежливо по отношению к широкой аудитории, вот взять и сказать, так, ты, вот ты читал вот это, а вот вторую синенькую ты читал? Нет, иди читай. Ну, поэтому я, действительно, лето это легкий жанр, лето это маленькая жизнь, и почему бы не провести ее, в том числе пробуя что-то, ну, доселе неизвестное, вот так вот осторожно скажем. И поэтому я предложу и книги, конечно, с названиями, но я постарался не спроецировать собственные профессиональные деформации меня как преподавателя, меня как человека, у которого есть собственные литературные вкусы, и, опять же, меня как заведующего библиотека, который вот отслеживает такие новинки в силу, опять же, служебных деформаций. И, действительно, давайте мы по меткому выражению будем целиться повыше, и сначала поговорим о том, о что такое чтение в принципе. То есть беда в том, что, ну, на мой взгляд, то есть если вопрос, можно ли прожить, не читая, ну, так я, помните, уже шутил здесь смешную шутку, что можно прожить всю жизнь, не зная разницы между мизантропом и пятикантропом, и, в общем-то, ничего от этого в плане ощущений не притупится. То есть там море, шашлыки, знакомства, закаты, горы, все это останется, и в целом, ну, кто такой мизантроп, и зачем нам пятикантроп, но мы с ними навряд ли встретимся при таком легком отношении к жизни. И вот, на мой взгляд, беда в том, что время ускоряется, и у человека есть такая иллюзия, что у него времени на это нет. Да, то есть вот, а нельзя ли мне, там, я не знаю, житие святого дня за три минуты? Потому что я очень занятой человек, я очень спешу, у меня есть три минуты, поэтому что вот у меня и было ощущение, что я духовно расту, и в то же время это меня не слишком отвлекало от котиков на ютубе, условно говоря. Или нельзя ли мне вот в пересказе, да, то есть вот это как раз беда образования в том, что читать не учат. Медленное чтение, оно именно что, совершенно не то, когда мы просматриваем какую-то литературу, которую нам нужно освоить. И в этом смысле, действительно, я бы еще предложил классификацию читателей, и я это сделаю со свойственной мне профессиональной деформацией, потому что я умею прятаться за статуей. То есть вот я предложу некоторые темы для размышления, и мы посмотрим, сдвинемся ли мы дальше или нет. Ну, то есть, во-первых, это, конечно, Умберто Эко, великий популяризатор чтения и один из, да, действительно, по праву вошедших в золотой фонд литературы XX века писателей. Он, например, огорашивает читателя такими утверждениями, что никто и никогда не понуждает знать. Знать просто следует, вот и все. Даже если рискуешь понять неправильно, знать все равно это ценна. То есть вот просто вот потому, что это самоценно. Книги пишутся не для того, чтобы в них верили, а для того, чтобы их обдумывали. Нужно стараться понять не то, что книга высказывает, но что она хочет высказать. Это же опять не то же самое, как если мы фабулу, там, я не знаю, Анны Карениной как-то в голове уложим, когда появляется Вронский, почему Анна уходит, что, то есть где герои на старте и где герои в конце. Но это же не главное, как, собственно, сам Лев Николаевич утверждал, когда его спрашивали, а что вы хотели сказать Анной Карениной? Он сказал, если бы я хотел сказать то, что я хотел сказать Ванне Карениной, мне пришлось бы написать еще раз Анну Каренину. Давайте мы не будем меня, вот это вот Толстой, ты доказал с терпением и талантом, что женщине не следует гулять. Какая свежая мысль. И стоило ради этого пачкать эти сотни страниц. И вот тоже интересный момент, да. Вот уже от ЭК я посихоньку откажу. Чтение влечет и очаровывает нас в наш век работы, век суетливости, век безумной, нещадящей сил поспешности, век, который хочет успеть все и справиться со всем. Но в целом, как бы и не успели все, и не справились со всем. И то, что выдают за прогресс, вот это первый тезис для обдумывания, который я предложу, на самом деле это тоталитарное упрощение. Именно не тотальное, а тоталитарное упрощение. Что вот все должно быть просто. Покупаешь этот кофе, значит, ты природо-френдли и все такое. И с одной стороны, это действительно хорошо, потому что посыл-то исходный верен. А с другой стороны, вот эта тема тотальной этики, которую человек выражает не через чтение и написание трактатов, а тем, что вот он покупает вот этот вот продукт и поддерживает там тех, кто борется с тем, что неправильно, например, да. Или человек покупает кофе, а к нему подбегает человек с телефоном, который начинает его снимать, говорит, вы знаете, что вот вы покупаете кофе из ваканды, а там диктатор сейчас. Вы сейчас поддерживаете диктатора тем, что покупаете кофе из ваканды. И вот это как раз век поспешности, век суетливости, век, который хочет все успеть и справиться со всем. Ну, на самом деле, покупка кофе никак не отражается на вакандском диктаторе. Ну, в принципе. Ну, вот к вопросу о поспешности, естественный вопрос возникает с заявленной темой. Мы действительно живем в эпоху скоростей, в эпоху нарастающего, вот, какого-то такой конкурентного бега на перегонки. А главное, зачем? Где прогресс? 140 символов в Твиттере и трехминутный ролик на ТикТоке. А вы предлагаете медленное чтение. Вот, да, да. Вот в этом нарастающем беге, в этом всепоглощающей такой конкурентной борьбе, когда надо все успеть, когда идет борьба за успех, в смысле успевание, там, быть в трендах и так далее. Вы предлагаете замедлиться зачем? Для чего медленное чтение? И что оно самое главное, как метода предлагает? Потому что медленное чтение, оно расширяет, вот, ощущение. То есть в этом случае действительно спасибо за вопрос. Вот у Гесса есть хорошее эссе, где он описывает типы читателей. Мы не будем утомлять чтением вслух, тем более медленным. А давайте вот кратко, опять же, в наш век скоростей, надо же успеть. Итак, Гесса ставит проблему. Большинство людей читать не умеет, и большинство даже не знает толком, зачем читает. Вот это вот первый же вопрос. Если мы спросим у школьника, а зачем тебе читать, а почему Пушкин наш и все, мы вдруг как раз вот и столкнемся с вот этой вот тоталитарной упрощенностью, потому что, ну, чтобы сдать, чтобы пройти дальше, а зачем? То есть он удовольствия не получает, он, как вот, почему популярные курсы скорочтения? То есть а зачем? Читайте 2-3 книги в неделю сразу, вот так, шок-шок-шок, по диагонали, не проговаривая про себя, и вот вы набиваете эту базу, которая зачем? И вот мы читаем, да. Даже не знаю, зачем они читают. Один полагает, что чтение, по большой части, это трудоемкие, но неизбежный путь к образованности. И при всей своей начитанности эти люди в лучшем случае станут образованной публикой. Другие считают чтение легким удовольствием, способом убить время. В сущности, им безразлично, что читать, лишь бы скучно не было. То есть читатель, желающий приятно провести время и отдохнуть, как и читатель, заботящийся о своей образованности, предполагает наличие в книгах неких скрытых сил, способных оживить и возвысить дух. Однако определить эти силы более точно, оценить их по достоинству читатель не умеет. Поэтому он поступает подобно неразумному больному, который знает, что в аптеке наверняка найдется множество полезных лекарств, и хочет перепробовать их все, обыскивая склянку за склянкой и ящик за ящиком. Однако, как в настоящей аптеке, так и в книжной лавке или библиотеке каждому следует найти единственное необходимое ему снадобие. И тогда, не отравляя себя и не переполняя организм никчемными веществами, каждый обретет здесь то, что подкрепит его дух и телесные силы. То есть вообще не следует впускать в себя бесконтрольно все. Вот это очень интересно, потому что мне как отцу подростков все время, ну у меня стоит этот вопрос, как же сделать чтение таким действительно важным навыком для своих детей, как это вообще актуализировать в эпоху, опять же, всех этих гаджетов, всех этих 15-секундных роликов, когда все быстро, когда все это запихивается в голову. И вот относительно недавно я слушал какой-то вебинар по семейному обучению, где, значит, женщина, курирующая вот эту методику, она говорит, не важно, что ваши дети читают, главное, чтобы читали. Вот как вы к этому тезису? Смотря, какова цель. То есть если, условно говоря, вы играете в шашки, я играю в поддавки, через буквально 5 минут на доске только вашей фигуры и ни одной моей шашки. Кто выиграл? Ну то есть мы должны представлять, какая цель преследуется, и тогда мы сможем понять, что, собственно, происходит. Потому что, ну, например, действительно, во-первых, удерживать внимание, это важно, во-вторых, справляться с длинным текстом, это важно. Потому что если мы представим предложение длиной в 10 строчек, ну, просто взрослый человек должен уметь его прочитать. Он не должен впасть в панику, он не должен кричать «много букв не осилил», потому что, ну, иногда надо сосредоточиться и делать. Второй момент – это так называемая интуитивная грамотность тоже. Можно не учить расстановку переносов и запятых, можно просто читать. Другое дело, что невозможно научить ребенка читать, если родители сами не читают. Если папа говорит «не кури» и потом закуривает, то как бы вот, если у родителей большой телевизор и никаких книг вообще... То есть в этом случае беда не в гаджетах. Гаджет – это инструмент, как вот, ну, тоже у всех уже в зубах завязло, про кухонный нож. То есть можно человека, а можно хлеб. И в целом, на самом деле, вот, ну, мы же не можем взять и убрать все кухонные ножи, потому что они так же опасны и пригодны для убийства. То есть в этом случае ребенок берет пример с родителей, и вот этот момент гигиены должен как раз преподать родитель, который учит чистить зубы, учит держать ложку. То есть в этом случае учит, простите, отбирать книги и не читать то, что, ну, вот как в аптеку попадя, не надо перебирать все склянки. И вот давайте вернемся к читателям. Вот, значит, кратко. Три типа читателей. Читатель наивный, Гесса, он же сам писатель, он умеет, поглощает книги, как едок блюда. Он только берет, он ест, насыщается. У этого читателя отношения с книгой складываются не так, как у одной личности с другой, а, скажем, как у лошади с яслями или даже как у лошади с возницей. Книга правит, читатель ей подчиняется. Такой читатель неколебимо верит, что книга существует единственно для того, чтобы ее правильно, внимательно прочитали и по достоинству оценили ее содержание или форму. Как хлеб существует, чтобы его есть, а кровать, чтобы на ней спали. Ну, то есть это, к сожалению, вот самый основной базовый уровень, да. То есть, а вот не в смысле, а что дает книга. Ну, давайте мы оценим эту книгу. Этот сборник матерных частушек я нахожу оскорбительным. Это слишком сложно или вот этого чудесного, а для чего я должен читать историю некой сложно организованной английской девушки с богатым словарным запасом, которая все никак не может выйти замуж. Ну, зачем мне это? И вот действительно, вот мы оценили содержание, мы прочли, значит, вот они были на старте, вот они в конце. Дальше. Вот дальше интересно. Стоит человеку внять голосу необразованности, а своей природой, как он становится ребенком и начинает играть с вещами. Этот читатель знает, как знает дитя, что каждая вещь может иметь десятки и сотни различных значений. И при таком взгляде на вещи почти полностью исчезает эстетические достоинства и величайшая притягательность и ценность в глазах читателя, напротив, обретают о грехе и неточности автора. Ибо этот читатель не идет за автором, слушаясь его, как лошадь-возницу, он идет, как охотник за дичью. Вот опять же, когда мы приходим, даже вот сформулировать запрос, это в известной степени проблема. То есть мы этого уже как-то касались, что современному человеку, то есть почему церковь говорит, что не надо так делать, как вот, в смысле, следовать духу времени. Потому что человеку начинают объяснять, что он должен хотеть. То есть вы хотите лавандовый раф и безлактозный кофе. Вот вы просто попробуете и поймете, что вы этого хотели всю жизнь. Вы хотите читать про вот это вот. Ну, там опять же про, не знаю, сложные гомосексуальные отношения в пионерском лагере. Зачем? К чему? Вот прям сняли с языка. Вот моя дочь, попав, так сказать, в среду себе подобных, где почему-то все читают эту книгу. Потому что ее продвигают. Опять же, вот следующий тезис для обдумывания. К вопросу, если лицезрители не в курсе, вот такой фолиант. Вот такой фолиант. Толстому не снилось. То есть то, что как, значит... И дети его поглощают. Они прям читают. А то, что у кого-то гордость и предубеждение в Англии 19 века, это вот, ну, примерно про то же самое. То есть у человека какие-то есть, значит, запросы. Он тут здесь нравится, здесь не нравится. Но это вот мы не будем. Ну, потому что вот, к сожалению, вот почему опять мы должны сохранять эту традицию медленного чтения, чтобы у человека была альтернатива. Потому что наша эпоха такова, что вот сейчас, внимание, это следующий тезис, который я предложу для обдумывания. Если вы читаете что-то, за что вы не платили, значит, кто-то заплатил за то, чтобы вы это читали. То есть заходим в лифт, там стены могут быть исписаны, да, кто-то заплатил риском, да, заплатил вот этой вот опасностью заплатить штраф за то, что он там начертал. Либо это вот специально отведенное место для текста, за которое платите, платят те, которые вот вы оказались в лифте, никуда вы не денетесь, это не переключить, вы сидите и читаете. Стоите, надеюсь. Ну, опять же, да. В лифте. В лифте, да, простите, извините. Да, в этом плане вот медленное чтение дает альтернативу. То есть, а что я хочу, собственно, читать? Не то, что мне навязывают, что все миллионы прочли эту книгу, будь в числе избранных. А то, что избранные миллионы, это как-то не бьется, это вообще логика, которая должна преподаваться еще в школе. Опять же, что сохраняется в классической традиции, которая, к сожалению, уходит. Ну, и, наконец, третий тим. Этот читатель, очевидно, есть полная противоположность тому, что принято называть хорошим читателем. Этот читатель в такой мере является личностью, в какой мере самостоятельен, что совершенно свободен в своем отношении к книге. Он не стремится пополнить свои знания или развлечься. Книга служит ему отправной точкой и побуждением подумать. Он мыслит самостоятельно, он, если угодно, сущая дитя. Он во всем играет, а в известном смысле нет ничего более плодотворного и ценного, чем игра во всем и всегда. Тут, опять же, давайте мы сделаем очень важную оговорку, о которой немедленно нам напомнят комментарии, если я сам это не произнесу. Конечно же, главная книга – это Библия. Конечно же, христианин считает сначала Библию, потом комментарии святых отцов, регулярно причащается. И потом в оставшееся в летнее время в легком жанре оставшийся вот свой досуг он может потратить в том числе и на чтение. Но на самом деле… Можно здесь вот небольшой вопрос-комментарий. Я знаю некоторых священников старой школы, условно говоря, и ко мне приходят как эхо, как отголосок общения с этими священниками люди, их духовные чады и так далее, которые прямо вот, ну прямым текстом говорят, не надо читать художественную литературу. Все это вымысел, все это развлечение, все это увлечение, все это отвлекает чего-то важного, главного и так далее. Библия. Ты Библию как бы сначала прочти. Но встает вопрос, и который я бы хотел в том числе как священнику и философу и заведующему библиотекой задать вам. можно ли удовлетвориться прочтением одной книги? Нет. Ну то есть прямой вопрос, прямой ответ. Why? Почему? Давайте опять же разделим вопрос на несколько частей. То есть в этом плане это вполне себе позиция, простите, вот того самого читателя первого типа. То есть он считает, что книга должна быть оценена по содержанию и по той мысли, которую она предлагает. То есть книга существует для того, чтобы вот как вот я прихожу в десертную, в пельменную, в чебуречную, мне либо предлагают то, что мне нравится, ну вот ну просто нравится, либо мне предлагают то, чем принято восхищаться. То есть я не знаю, зачем мне эти 24 серебряных прибора. Это проблема, сиди прямо, не вздумай, значит, моллюсков открывать вилкой для рыбы и все вот это вот. Но это классика, это в этом надо как-то иметь представление. Что же до вот той позиции, то да, я тоже такую встречал, особенно хорошо сформулировал один из современных интернет-публицистов. И, кстати, в этом есть немалая доля истины. Я старше, чем все эти авторы, которые писали. Вот я предположу, священники, вот они младше Библии, но по возрасту они старше вот тех, там, я не знаю, Есениных, Пастернаков, Ахматовых, Цветаевых, которые вот это писали, обращаясь, высказывая что-то свое и обращаясь, что ты мне можешь нового сказать. Ну что там, про любовь, что ли, да, бывали мы там, вот это первая любовь, вот это вот там, не первая любовь, что-то там, про столкновение с какой-то там тоталитарностью. Да и тоже случалось, опять же, вот, особенно у священников, которые уже были в сознании, не в смысле, не в подростковом возрасте, а уже после совершеннолетия, а то и в сане, там вот, фрущевские гонения. То есть, он говорит, и вот что ты, и что же ты мне говоришь? Обращается он, вот, к автору, который действительно что-то пытается ему сказать. Телезритель наш, который будет смотреть, он логический вопрос может задать. Если медленное чтение, то медленно я не успею прочитать многое даже из того, что порекомендует отец Сергий Кридич. И хорошо, потому что не надо жить по чужой указке. То есть, я решаю задачу, поставленную ведущим. Правильно ли я понимаю, что механизм медленного чтения все-таки предполагает прочти хотя бы одну, но по-настоящему прочти? Прочти, увидев все, что там есть. То есть, и медленное чтение, это тоже очень важный момент, оно не предполагает, рискну сказать, одиночество. То есть, медленное чтение, это когда собираются люди, чтобы почитать. То есть, они освободили вечер, они пришли, и, например, каждый из них будет читать по одному стихотворению, вот, если это тематический вечер, то Есенин. Получается, у каждого свой Есенин. И мы можем обогатить свое восприятие. То есть, это вот не как гражданин Корейка, который не ел, а питался, он вводил в свой организм необходимое количество белков, жиров и углеводов. То есть, мы понимаем, что эта история не про Корейка, что это шире, что это вообще жизненная стратегия. И зачастую это жизненная стратегия наша, потому что я тоже должен сделать оговорку, вот, классификация Гесса, она же ведь не просто такой снобический анализ, который говорит, что это, выйдите отсюда, это несерьезно, вы сначала букварь освоите, потом заходите. Нет, вполне себе, каждый из нас бывает каждым из этих читателей. То есть, бывает так, что это текст-игра, как, например, интерпретация Ромео и Джульетты, вот, в этой экранизации, да, где на пистолетах написали меч 9 миллиметров. Ну, это же прекрасно, да, и это как раз вот игра с этим, а давайте мы, может быть, мы перенесем и что-то изменится, а может быть, не перенесем и не изменится. Где само место, это тоже одно из главных действующих лиц. То есть, если мы молодого папу, ну, то есть, какие коллизии? Человек, который занимает пост, который испытывает проблемы, там, с верой, у которого, там, поиск родителей и что-то тянется из прошлого, окей, не вопрос. Переносим все это в какую-нибудь захолустную семинарию. Человек, проблемы с верой, проблемы с... Но если там не будет ватиканских интерьеров, то это все будет смотреться. То есть, мы просто убрали составляющие, мы начали играть с текстом. Мы вот это уберем, мы вот это. То есть, в этом случае, действительно, почему это важно, почему я считаю, что надо сохранять вот это, эту традицию, что это отношение к тексту как к чему-то серьезному. То есть, в первую очередь, так читается Писание, то есть, собираются люди, чтобы почитать Писание. И вот это очень такой действенный момент, когда ты читаешь Евангелие один, и хорошо, что если набегу в смартфоне, как-то нагрузу, ну, что делать в маршрутке, в трамвае, в лифте, если ты не сидишь в лифте. То вот зачало Евангелия на сегодняшний день, ты прочел. И вот вроде бы тебя это обогатило. Но, опять же, прям классическая классика, уберем все лишнее. Садятся евангельская группа, которая желает продвинуться там, поизучать Писание в группе. То есть, читает человек Писание, и все откладывают Библию. Вот это очень важный момент. И дальше каждый по кругу говорит, а что было вот здесь главное? А то, что он подошел к Самарянке, а то, что это было у колодца, а то, что он здесь впервые сказал, что он Мессия, а то, что она, будучи, простите, в каком-то там цатом гражданском браке, спрашивает, а где здесь правильно молиться? Вот здесь, или все-таки вот там? И после этого следует прочитать еще раз тот же отрывок, и обычно озарение происходит у всех. То есть, вот они увидели, они остановились на этих десяти строчках. Что это вообще? Десять строчек – это просто, ну, два раза сморгнуть в маршрутке. А вот они остановились, они все это прочли, они друг другу об этом сказали, потом прочли еще раз, и каждый друг посмотрел свое восприятие, чужое восприятие, и восприятие, то есть, в этом случае, рискну сказать, ну, моя пробдеформация, да, что и «Три поросенка», он не про скотов, а про людей. И вот тут все вдруг оказывается, да, что представляете, а это про людей, а я, выходит, неправильно читал, давайте мы еще раз прочитаем, вот «Три поросенка». А с другой стороны, есть «Три поросенка» в скандинавском изложении, в селе Сака, это тоже прекрасно, где просто вот такая блестящая стилизация. Или также, опять же, это вот та самая игра, «Жиху-бяху, три младеи свиней». «Киждебу равного весу и возрасту». Ну, сейчас не все, может быть, поймут славянский язык, но с другой стороны, вот тоже это переложить на другой язык, это же тоже требует вдумчивости, требует понимания смысла и требует вовлеченности, потому что, ну, действительно, вот чтение – это удовольствие. поставим здесь точку, потому что на сегодня время нашей встречи подошло к концу. От себя лишь резюмируя первую нашу встречу, скажу, что действительно, ну, я еще, кроме всего прочего, вот увлекаюсь аскетикой, ну, в смысле, вот изучением аскетического опыта разных местностей, разных эпох, разных народов, разных времен. И могу сказать, что чтение для очень-очень многих аскетов, отшельников, анахаретов было в том числе такой практикой тренировки ума. И вот, в сущности, медленное чтение, которое вы предлагаете и о котором мы говорим, и которое сейчас все чаще и чаще звучит где-то, да, то есть там читают медленно, тут читают медленно, библейские какие-то кружки формируются для медленного чтения. Это как раз такая тренировка ума, заострение его на то, чтобы видеть, потому что видим, как показывает практика, мы не глазами, а именно умом. В следующий раз мы поговорим уже о ваших конкретных рекомендациях. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Приходите, включайте свои телевизоры в следующий понедельник, будет интересно. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин